На дворе 2017 год, век высоких технологий, а вот во дворе патриотического центра взлет идут рыцарские бои. И в этом нет ничего удивительного. В настоящее время мы находимся на турнире по историческому фехтованию «Меч Востока-2017». Костюмы и музыка на турнире практически полностью соответствуют эпохе Средневековья. Бьются в спортивных доспехах, удары летят со всех сторон. Кто-то вкладывается от души, кто-то накидывает потихоньку, но хитро. Здесь больше фехтовальная техника, здесь нет цели нанести сильный удар, здесь нет цели нанести как можно больше ударов результативных. Поэтому бойцы не стараются друг друга именно покалечить. Можно нанести один сильный удар и получить в ответ три быстрых, легких. Попадание должно быть мячом, сильное, акцентированный удар, не смазанный блоком. Данный турнир очень важен для нас, для будущих поколений наших, для наших детей, для наших внуков, ну и конечно же для нас, потому что это сохранение исторической памяти. На турнир прибыли рыцари со всего Дальнего Востока. Участвуют и девушки. И очень уверена, хамаровчанка Ирина Сингур – одна из претенденток на победу. Она вправе считать, что дамам ратное дело по силам. Женщины-рыцари были ли в истории? Были, ну конечно очень мало, это всегда исключение. И на Руси женщины брали в руки оружие и воевали. О них также слагали и былины в том числе. То же самое с женщинами на Западе, то есть и в Шотландии похоронена женщина-рыцарь. Это одно из самых известных захоронений в замке Сферман. Еще один претендент на победу – Вячеслав Романенко. Он давно имеет дело с железом. Правда, раньше по нему не бил, а поднимал. Профессиональный пауэрлифтер только начинает свой путь в рыцарских поединках. Однако ему уже делают заманчивые предложения. Меня ребята уже пригласили в сборную Дальнего Востока. Вот сейчас в Водостоке будет в августе. Вот сейчас в Водосовской крепости, я там выступаю. Но там будет групповая, там будут бугурты. Пять на пять. Да, то есть не раз на раз, а пять на пять. Эти соревнования проходят весьма зрелищно. Но подобные бои – малая часть того, на что способны рыцари. В дальнейшем публика сможет узреть не только поединки на мячах. Есть разные номинации. В некоторых борьба применяется. Или приемы из ММА. За развитие исторического фехтования на Дальнем Востоке Павел Игошин, Денис Лесняков. Программа «Настоящее время».